Меня зовут Андрей Ланд. Я в одной своей жизни актер. Когда-то давно я был еще музыкантом. Сейчас совсем хобби. Основная моя деятельность сейчас это психология, это коучинг, это нейролингвистика. Вот я этим занимаюсь, а выговариваю с трудом и спортом. Как-то так. Провожу тренинги, обучаю людей коммуникации, публичным выступлениям, эмоциональный интеллект и так далее. Какой вопрос для тебя сейчас наиболее важен? Ну вот прямо сейчас для меня в очередной раз встает вопрос, чем я на самом деле занимаюсь. Потому что формулы, которые у меня есть и которые являются какими-то такими социально и профессионально принятыми, ну типа коуч по коммуникации и публичным выступлениям, это сильно не то, чем я занимаюсь на самом деле. То есть на поверхностном уровне, на уровне какой-то верхней прослойки, на уровне слов, которыми я могу это объяснить, человеку, который, например, с холодным носом впервые со мной знакомится, наверное, это так. Но что меня интересует на самом деле и куда мы обычно копаем с людьми, с которыми мне везет работать, это гораздо более сложно устроенный процесс. И вот здесь у меня слова заканчиваются на этом месте. И вот каким образом назвать и подобрать слова, которыми описать, что такое на самом деле я делаю, что меня в этой жизни, в общем, в профессиональном смысле по-настоящему интересует, вот это сейчас вопрос, который у меня там в голове на фоне висит. Я каждый день примериваю разные инструменты для того, чтобы на этот вопрос ответить. Ну, опять-таки, если найти формулу какую-то, меня интересует человеческая трансформация, меня интересует выход за пределы привычной формы и привычного представления о себе. И так или иначе, даже когда я могу готовить какого-нибудь топ-менеджера к выступлению перед советом директоров, казалось бы, очень прикладная, очень простая и очень локальная задача, которая имеет понятные границы, все равно мы волей-неволей выпадаем на вот этот, казалось бы, зачем туда лезть, но мы все равно там оказываемся на вопросе, а кто ты в этот момент, а зачем ты это делаешь, а что ты хочешь получить для себя, да, и так далее. Короче говоря, как сказала моя учитель Таня Мужецкая, тренер и психолог, я рыба глубоководная, мне на поверхности неинтересна. Вот это, наверное, самое вменяемое и адекватное, что я человеческим языком могу сейчас сказать. Чем для тебя так ценна постоянная трансформация? Тем, что ты можешь быть больше, чем настройки по умолчанию, которые тебе вручили. Я шесть лет работал в проекте под названием «Школа игры», проект «Вадим и Демчок», думаю, что и зрители, наверное, тут наверняка знают эту фамилию, может быть, по этой фамилии мы с кем-то и знакомы, если кто будет насмотреть. И на протяжении шести лет меня, как тренера в проекте «Школа игры» интересовало, каким образом человеку, встроенному в социальную конструкцию, человеку, который имеет какое-то количество социальных стереотипов, который имеет какое-то количество идей о том, кто он такой, и который иногда страдает именно от тех идей по поводу себя, которые у него есть, вот каким образом этому человеку можно расширить свое представление о себе и тем самым расширить... Ну вот у Аристотеля была эта фраза, мы ничего не можем сделать с длиной своей жизни, мы много чего можем сделать с ее глубиной и шириной. Вот мы занимались шесть лет вот этой глубиной и шириной жизни, что... Или опять-таки есть знаменитый анекдот этот про буддийских монахов, один другого встречает и спрашивает, что ты делал до просветления? Ну, носил дрова, колол дрова, носил воду. Что ты делаешь после просветления? Продолжаю колоть дрова и носить воду. Что изменилось? Все. И вот каким образом можно сделать так, чтобы изменилось все, при том, что я продолжаю быть там, например, банковским сотрудником, отцом двоих детей, выплачивать ипотеку, там, ездить на взятой в кредит машине. И одновременно с этим всем в моей жизни меняется все. Я вижу помимо себя вот в этой довольно жесткой социальной структуре еще кем-то. Я вижу себя творцом, я вижу себя художником, я вижу... Вот как будто бы я впускаю воздух в затхлую комнату, где не проветривали на протяжении многих лет. Вот ценность в том, что можно периодически проветривать собственную голову и таким образом открываться и, скажу, этот штамп духовный пробуждаться к некому новому уровню сознания, к новому уровню сознания и новому качеству жизни. А что конкретно меняется? Ну, есть достаточное количество, в том числе, психологических и психотерапевтических моделей, которые нам помогают описывать разные этапы и разные сценарии, в которых человек оказывается. Если, например, вчера он, не осознавая того, был жертвой и описывал себя как маленького человека, на которого давит огромное количество разных обстоятельств, на которого давит государство, на которого давят всевозможные должностования, всевозможные ожидания родителей, друзей, семьи, государства, работодателей и так далее, то если он в какой-то момент понимает, что вот этот груз во многом создан им же, просто он не заметил, как это произошло, и дальше проводит определенную работу, чтобы перестать себя идентифицировать, как маленького, на которого что-то все время давит и от которого ничего не зависит, то вот это некий большой шаг, когда я начинаю смотреть вокруг себя и себя спрашивать, а что я могу сделать, чтобы перестать себя так чувствовать? Что я могу сделать, чтобы перестать чувствовать себя маленьким? Что я могу сделать, чтобы перестать себя чувствовать жертвой обстоятельств? Где во всем, что называется моей жизнью, моя ответственность, и вот эта тема взять на себя ответственность за то, кто я есть, что со мной происходит и вообще вот что происходит вокруг меня, что с моей жизнью происходит, мне кажется, это один большой шаг, который сильно меняет все поведение и перестраивает его с такого поведения пассивного реагирования, что я все время на внешний мир реагирую. Изменился, не знаю, сейчас был колоссальный урок у нас у всех, пандемия, двухмесячное заточение, когда мы, как сказал один мой друг старший, мы все сдавали экзамены самих себя. И мы оказались сами с собой, вот просто вот убрали максимально все привычные способы, куда мы сваливали своим вниманием, куда мы сбегали, в парки, в поездки, в выпивки с друзьями. И вот я сижу там с кем-то из своих близких людей или вообще один у себя дома. И я впервые, может быть, за долгое время я вижу, ну если, по крайней мере, у меня есть эта способность периодически выскакивать из некого автоматического такого существования, машинизированного, в процесс саморефлексии такой, что я вообще сейчас делаю. Например, я открываю глаза, сразу лезу в телефон, читаю там какие-нибудь новости про то, что сегодня умерло еще там 300 человек, а еще произошло что-нибудь с курсом доллара, и еще что-нибудь сказал президент. И я по этому поводу испытываю колоссальное количество эмоций, и дальше я весь день живу под этим вот этим всем гнетом, что, боже, какой ужас, и не знаю, что-то будет дальше, это неопределенность. И я все время нахожусь вот в этом таком пассивном реагировании на то, что мне еще завтра принесет новостная лента или социальные сети. И если в этот момент я могу себе сказать, стоп, хорошо, я не могу контролировать пандемию, я не могу контролировать курс доллара, я не могу контролировать нефтяные курсы, я не могу контролировать правительство Российской Федерации. Что я могу контролировать? Я могу контролировать то, на что я обращаю внимание, то, чему я придаю значение, и то, что я по этому поводу чувствую. И вот здесь происходит колоссальный разворот, потому что тогда я начинаю себя спрашивать. Вот я открыл глаза, я сразу полезу в телефон или я почувствую собственное тело. Вот мне 34 года, я здоровый, слава богу, мужчина. Вот я лежу в кровати, вот рядом со мной лежит моя любимая женщина. Вот я еще не старый, вполне еще, все работает. Температура тела нормальная, да? И это уже какой-то повод порадоваться. Просто вот, что происходит со мной прямо сейчас, в данную секунду. И дальше, если я вот так на протяжении дня периодически начинаю возвращаться вот в эту точку выбора, что я хочу сейчас почувствовать, что важного для меня сейчас происходит, где мое внимание находится. Вот так потихонечку начинается выход из режима по умолчанию, из режима на автомате, из режима вот как запустили, так и едет, в режим того, что называется осознанное поведение. Когда я начинаю свой... вот жизнь начинает приобретать авторский почерк. Когда я начинаю периодически принимать какие-то целенаправленные решения, что, например, я не хочу сейчас читать новостную ленту, я вместо этого пойду и, например, выпью воды и посмотрю в окно. И почитаю там еще 50 страниц книги, которую я бросил там 3 месяца назад, и которая лежит на том же месте, хотя я... Когда я ее покупал, мне казалось, что я ее прочитаю просто за вечер, да? Ну вот, длинно отвечаю, но вот я бы сказал, вот какие-то такие вещи, наверное. А как тебе в этом помогают актерские техники? Актерские техники — это очень большой пласт, и там очень много уровней. Но если начинается с такого верхнего мировоззренческого уровня, и сейчас я полью немножко воды, опять-таки, на мельницу проекта «Школа игры», и начать с того, что вот с мировоззренческого уровня могу ли я к себе на территории своей жизни отнестись как к актеру на сцене, который играет определенный набор ролей. В этом месте, как правило, у огромного количества людей начинается колоссальное сопротивление, потому что сказать себе и признать, что 20 лет подряд я играл в какие-то странные игры с собой, и все это, в общем, серьезно, такой большой стикер с надписью красными буквами — это очень важно и серьезно. Можно просто сейчас вот содрать одним движением. В этом месте просто происходит колоссальный взрыв эмоций очень часто, потому что это как это? Это получается, я... Это все не серьезно, это высказываетесь, это не важно! И мы говорим, нет, это очень важно, и это очень, конечно же, все серьезно. Но не очень. Это, на самом деле, фраза не принадлежит чичирскому коту, но в интернете входит, это кто-то из поклонников ее придумал, и она прекрасна. А что, жизнь — это серьезно? Жизнь — это серьезно. Но не очень. И это первый какой-то мировоззренческий пласт. Могу ли я действительно к тому, что со мной происходит, отнестись как к игре? Следующим уровнем, если да, и если я понимаю, что на самом деле, если я начну наблюдать за собой, если я увижу, что на протяжении целого дня, например, я очень по-разному себя веду, я по-разному разговариваю с женой и с ребенком, или уж тем более, мой любимый пример, когда какое-нибудь совещание, я наблюдал просто это однажды, когда, значит, очень напряженное совещание очень больших боссов, которые там, «Да я тебя объявляю русским языком!» «Невозможно!» «Что ты мне рассказываешь в этот момент?» У него звонит телефон, он берет ром. «Да, дорогая, прости, любимый, я перезвоню». «Так вот, слушай меня, внимательно!» Это переключение происходит в секунду. Вот только что это был один человек, а вот это другой человек. Как это случилось? Значит, если это происходит на автомате, то же самое можно делать осознанно и целенаправленно. И в этот момент тогда выясняется, что все, что я про себя знаю, все, чем я пользуюсь, это непозволительно маленький диапазон. Я разговариваю с поджатой челюстью практически не дыша. Я не привык вообще шевелиться лишний раз. Я не позволяю себе переживать колоссальное количество эмоций, которые во мне возникают, просто потому, что в какой-то момент я решил, что там мужики не плачут, не танцуют и еще много чего не делают. Ну, потому что мы серьезные, брутальные люди. И вот в этот момент могут прийти на помощь, в том числе, актерские техники, всевозможные разные упражнения, которые позволят разработать дыхательный аппарат, разработать голосовые возможности свои, вспомнить о том, что физическое тело, которое нам дано, это колоссальные ресурсы, колоссальный инструмент, который тоже хочет жить какую-то свою жизнь. И сейчас я с восторгом наблюдаю, что все больше людей ходят и начинают ходить на всевозможные контактные импровизации, на всевозможные танцевальные тренинги, на даже на актерские тренинги, для того, чтобы просто себя узнать. Для того, чтобы просто ответить себе на вопрос, кто я еще, помимо моих вот этих вот запечатанных в картонную коробочку ролей и функций. Вот помимо функций, кто я еще. Ну и еще отдельный класс работы, который я использую очень много, это мышца внимания. Это прям напрямую пришедший из актерской школы инструмент, потому что для артиста, вопреки большому количеству разных мнений, для артиста главная мышца – это не эмоции, это не мимика и не жесты, это внимание, это способность концентрировать свое внимание и направлять его туда, куда необходимо. В партнера, в зрительный зал, в задачу сцены конкретной, в которую мы играем и так далее. И в этом смысле в актерской школе есть целый ряд мощнейших техник, которые очень близко связаны, на самом деле, со всевозможными духовными практиками, которые очень тесно связаны с тем, что нам предлагает йога и что нам предлагает буддистская традиция и так далее. Это техники, которые направлены на то, чтобы научиться концентрироваться, научиться управлять своим вниманием. И в этот момент начинается тоже еще одна колоссальная трансформация личностная, потому что вдруг выясняется, что от того, где находится мое внимание, может тоже очень много чего в жизни поменяться. Есть знаменитые там, из знаменитых Рубаи Амара Хаяма, как там, смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой листвы и зеленый вязь, траву и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Это про фокусы внимания, это про то, чему я свое внимание уделяю и какие объекты внешней реальности я выбираю в качестве важных. Я сейчас закончил книжку, которую я сейчас буду издавать, каким-то образом, это будет отдельный квест, которая посвящена в общем-то технологии публичных выступлений. Но по сути дела она в общем и эти глубинные темы тоже затрагивает. И там как раз вот мышца внимания посвящен, посвящено несколько глав и разной специфике работы именно с вниманием. Я очень эту тему люблю. За счет чего ты уловил эту связь актерского мастерства и реальной жизни? Ну, я сейчас могу, конечно, погладить, почесать у своего эго за ушком. Я в принципе... Дело в том, что актерская профессия не первая моя профессия. До этого, в мое первое образование, я получил хорошую гуманитарную базу. Я политолог по первой специальности. Я работал даже политехнологом непродолжительным. Слава богу, время. Так вот, это первое гуманитарное образование, я ему очень благодарен за навык, за способность выстраивать связи между объектами, между которыми, по крайней мере, в моей голове связей раньше не было. Я на этом, за этим занятием себя заметил как раз в университете, курсы на третьем, что процесс связывания различных дисциплин между собой и нахождения между ними общего, нахождения и создания точек пересечения между, скажем, пластом психологии, пластом экономики, между, например, бихевиористским подходом гуманитарных дисциплин, поведенческим, и, например, пластом глобальной политики. Вот как связываются вот эти вот разные уровни, казалось бы, которые не связаны между собой, вот так вот очевидно. Я вдруг понял, что я получаю колоссальное удовольствие от самого процесса создания вот этих, выстраивания этих связей. И дальше я просто развлекался уже совершенно сознательно, и когда я оказался в театральном вузе, и потом на втором курсе мне попалась как раз книжка Вадима Демчок «Самоосвобождающаяся игра». И я начал вот опять эту свою любимую работу по переводу того, что я узнаю в институте на мою обычную жизнь. Потом я опять начал замечать вот эти вот параллели. А потом, ну, собственно, когда начался проект «Школа игры», как мы на протяжении всех первых лет, когда формировали вот этот вот корпус тренингов и корпус тренинговых программ, наша задача заключала в том, как мы можем людям не актерской профессии объяснить, зачем им это все надо, и как сделать так, чтобы они практики, которые мы, например, в лаборатории у себя использовали, ну, там, круги внимания практик, те же самые, например, или какие-нибудь голосовые упражнения, или упражнения, направленные на развитие эмоциональных разных наших возможностей и так далее. Там, развитие эмоциональной амплитуды, например. Как объяснить человеку не актерской профессии, что ему это может быть полезно? Нужно найти этот язык? Вот мы и, собственно, этим и занимались. Где-то, наверное, примерно там, и это произошло. А главное, что, ну, спасибо учителям моим, оказалось так, что, ну, в общем, я понимаю, что где-то есть люди, наверное, которые могут заниматься какими-то исследованиями, оставлять их как-то отдельно от себя, то есть вот исследования и исследованиями, а моя жизнь как будто бы немножко сбоку, я, в общем, как жил, так и живу. Это все как-то умозрительно вообще происходит. Я не умею так. И когда начинается какой-то процесс исследований, я влезаю башкой в самую гущу, и сначала все опробую на себе. И только на этом основании я могу разрешить себе потом этому обучать и делиться этим, и говорить, что это ценно, это имеет смысл, это имеет значение. Если я не попробовал, то откуда я знаю? А вдруг это не работает? Вот, как-то так. Как это понимание изменило вектор твоей жизни? Ну, это опять как в том анекдоте, что изменилось все. Ну, просто я помню, когда... Когда мы начали первые шаги в тренерскую профессию, я и несколько моих коллег, которые сейчас продолжают быть тренерами в школе игры. Ну, ты как будто знаешь о мире вот какой-то такой уровень, вот у тебя есть какое-то плоское представление о реальности. И вдруг оно начинает вот так вот проваливаться вглубь и ввысь. И ты понимаешь, что оно не двухмерное, а там и не трехмерное, а там десятимерное. И в тебя отовсюду начинает сыпаться просто колоссальный вагон информации дополнительной приезжать, который ты до этого вообще не знал, что оно существует даже. Ты начинаешь замечать новые вещи, общаясь с людьми. Ну, то есть, например, благодаря как раз механизмам нейролингвистики, общаясь с человеком, с клиентом или с участником на тренинге, помимо того, что он говорит, я улавливаю еще там три вагона другой информации по поводу того, что он чувствует, как он думает, как он принимает решения, что на самом деле он имеет в виду, где он врет сейчас. Что на самом деле хочет сказать вместо того, что произносит и так далее. Ну, вот как ответить на вопрос, что меняется, когда ты вдруг, у тебя как будто с тебя шоры сняли, и ты вместо вот такого коридора видеть сталкуют вот такой. То есть, ну, конечно, я не скажу, что я там вижу все, это бред был бы, да? Но я вот, ну, но какое-то расширение, конечно, произошло. И дальше ты начинаешь, ну, если не дурак, примерять все это на себя. И начинаешь смотреть, что происходит в твоей жизни. В какой степени, ну, если ты взял на себя смелость говорить людям о том, что люди, вы многоликие существа, вы можете творить свою жизнь по своим законам, вы можете создавать свою игру. Попробуй с себя, старик. Начни с себя. Сколько ты зарабатываешь? Где ты живешь? А насколько ты доволен своей жизнью? А если нет, то почему? И почему ты до сих пор не делаешь что-то для того, чтобы свою жизнь сначала привести вот к этой форме, чтобы тебе не приходилось никого убеждать, а можно было просто, ну, чтобы человек, другой мог, человек просто увидеть, как ты живешь. И ему самому захотелось спросить, как ты это делаешь? Вот это, мне кажется, самый эффективный способ по продаже убеждения. Потому что если просто вот ты живешь, как тебе живешь, вот как используя все инструменты, которыми ты владеешь, а люди периодически приходят и начинают спрашивать, а можешь меня научить? Я тоже так хочу, как ты. Ты говоришь, ну, наверное, могу, давай пробовать. Вот, поэтому все как бы сначала, вообще вот как в самолетах это объявление висит, сначала маску на себя, потом на ребенка. Поэтому люди, помогающие профессии, конечно, вызывают, ну, вот, коллеги, у которых полный швах в собственной жизни, которые при этом говорят о счастье, о любви, об осознанности и о гармонии и так далее, они у меня вызывают недоумение, скажем так. Я не понимаю, почему, почему так. А какую роль в твоей жизни играет философия? Понятно, что при всем желании мы никогда не сможем воспринять всю реальность целиком. Как устроен мир на самом деле, мы никогда не узнаем. Не только потому, что мир бесконечно огромен, а потому, что физиология нашего мозга такова, что у нас есть там вот в мозгу такой вот отдел, который называется таламус, который функцию выполняет очень простую. Он фильтрует весь поступающий поток информации, как секретарь услужливый в кабинете у шефа, он принимает решение, что пропускает там вот в кору больших полушарий, а чего нет. И у них там сговор определенный с корой больших полушарий, где-то кора. Причем это все помимо, это самый ужас, что все это происходит помимо нашего вот некого сознательного контроля. Это некие процессы, которые там происходят, а то, что мы называем «я», в это время пользуются как бы результатами того, что там натворили вот этот вот босс со своим секретарем. И таламус фильтрует все входящие потоки информации на то, чему мы придаем значение, что важно, что не важно. Ну вот, например, прямо сейчас кора больших полушарий, моя, решила, что, скажем, вопросы, которые ты мне задаешь, имеют значение, и поэтому я их слушаю, я на них отвечаю. А что чувствует моя пятка, например, сейчас не имеет никакого значения. Вот я сейчас вот сказал, и на нее обратил внимание впервые за все это время, да? И это вот, собственно, проделки таламуса напрямую. Соответственно, поскольку мы не можем осознать весь мир, а видим, слышим, чувствуем, и вообще воспринимаем, и обрабатываем только какую-то ничтожную часть, то нужна какая-то система, какая-то иерархия, какая-то матрица для того, чтобы хоть вот этот маленький участок информации, который попадает в нашу сознательную часть, ее как-то обработать. И для этого существует огромное количество всевозможных концепций, представлений, моделей. И самое, конечно, смешное и забавное, одновременное и печальное, что именно вот эти модели человеческие, созданные, очень часто становятся такими рычагами влияния, рычагами влияния в том смысле, как мы принимаем решения, какие выборы мы делаем. Ну, например, если я являюсь адептом, например, православного мировоззрения или исламского мировоззрения, ну, возьмем там христианское мировоззрение, да, вот это же философия некая. И это некая модель мира. И тогда я начинаю делить мир на добро и зло. Я начинаю свое тело считать оплотом греха, а свою душу, принадлежащую Господу Богу. Я начинаю создавать искусственно в себе внутренний конфликт между греховным телом и божественной душой. И эти внутренние настройки начинают очень сильно влиять на жизнь, которую я живу. Поэтому выбор некой философии, конечно, и выбор убеждений, в которые я верю, и вот проектирование карты, которую я накладываю на окружающий мир, это, с моей точки зрения, очень важный инструмент, который очень часто люди вообще, во-первых, не придают ему значения должного, а во-вторых, не подходит осознанно к этому процессу. Если спросить, какая философия ближе лично мне, то я бы сказал, что это интегральный подход Кенн-Выбора, ровно потому, что этот великий мозг совершил самую успешную на сегодняшний день попытку увязать все карты между собой и сказать, что на самом деле они друг другу не противоречат. И вот этот масштаб мышления, вот эта попытка связать все воедино и увидеть мир как многообразие разных карт, которые могут жить, дополняя друг друга, а не воюя друг с другом, вот этот подход из того, что мы знаем о мире сегодня, мне кажется, самым здоровым, потому что он направлен на интеграцию, на объединение, на дружбу, на союз вместо бесконечного разрыва и конфликта. Недавно мне попался пост одного довольно известного тренера о том, и он там писал о том, что его спросили о духовности, и он дальше рассуждает о том, как, дескать, духовность может быть связана с критическим мышлением. И я написал о том, что мне кажется, что это просто разные уровни сознания и все. И противопоставляет духовный уровень критическому мышлению не стоит, потому что вообще конфликтное мышление это тупиковый путь развития, на мой взгляд. Но, как говорится, кто же может отобрать у Homo sapiens желание повоевать с теми, кто не совсем на него похож. В чем, по-твоему, смысл жизни? В том, чтобы чувствовать себя максимально счастливым и делать то, что помогает мне чувствовать себя счастливым и помогает чувствовать себя счастливыми моих близких. Если вместе с этим это еще и помогает чувствовать себя счастливыми людей, с кем я, скажем, работаю и вообще людей других, то это, наверное, предел моих мечтаний. И предел того, о чем я могу подумать. я у меня есть практика такая, я часто заглядываю в ту точку, где я нахожусь за пару шагов до выхода, где уже вот почти все закончилось, вот почти. И я смотрю на то, где я нахожусь, что вокруг меня происходит, как я себя чувствую, в чем я думаю, как я выгляжу вообще, в каком я состоянии здоровья физического в том числе. И я с ним разговариваю. И как бы вот заглядывая туда, я вот из того состояния себя спрашиваю, то, что я делаю прямо сейчас, меня к той точке приближает или удаляет, я вот туда, я таким образом сверяю курс. я очень хочу, чтобы оказавшись вот на этом практически пороге уже там, надеюсь, что в окружении любимых детей и внуков, и будучи здравым, имея твердую память, я надеюсь, что я буду переполнен исключительно благодарностью и радостью от того, как здорово все это было. И стараюсь сделать все для того, чтобы там это было именно так. Как запустить процесс изменений? Для начала нужен внутренний запрос на то, чтобы вообще что-то менять. Потому что если человеку окей со своим, в общем, вполне себе вот этим автопилотом, то кто я такой, чтобы, во-первых, вылезать, в эту сбалансированную систему, которая вполне себе сбалансированно действует. Я не думаю, что нужно насильно кого-то пробуждать и тащить кого-то к просветлению. Нет. Тем более, что некий циничный политтехнолог во мне в этот момент просыпается и напоминает о том, что активная часть населения, которая в этом воплощении, условно говоря, настроена на то, чтобы рефлексировать, на то, чтобы эволюционировать личность, на то, чтобы как-то вообще делать что-то с собой, она колеблется в пределах 5-10% от популяции. Ну и окей. Это первая история. Значит, если возникает внутренний запрос на то, чтобы что-то с собой делать, значит, если я понимаю, что что-то кажется игрушки ненастоящей, в том анекдоте, знаешь, про Юлу, когда человек купил Юлу, потом через неделю приносит его в магазин обратно и говорит, хочу вернуть Юлу. А давец спрашивает, а что не так? говорит, не работает. Что может не работать с Юлой? Ну давайте проверим, говорит. Доставать, достает из коробки, значит, выкладывают на прилавок, заводят, Юла крутится. Что не работает? Не радует. Вот есть, когда Юла не радует, то это, наверное, первый шаг для того, чтобы начать спрашивать себя. Вообще, начинается с вопроса к себе, как я себя довел до жизни такой. Да? начать смотреть на то, что вообще я делаю за дня в день. Как устроен мой день, как устроена моя жизнь, как устроено мое утро, что я делаю, когда просыпаюсь, как я засыпаю, какие мысли вообще, о чем я думаю на протяжении дня. есть ли в этом всем дне какие-то островки, какие-то промежутки времени, когда я делаю не то, что надо, а то, что, например, я хочу. Например, вот я уже столько месяцев мечтаю покататься на велосипеде, почему-то я все еще этого не сделал. Что мне мешает? Найти в своем графике этот день, это время взять велосипед и покататься. И вот с каких-то таких я бы рекомендовал начать, с каких-то очень простых вещей. Просто начать изучать свой уровень окружения, что я делаю на протяжении дня, с кем я общаюсь, о чем я общаюсь, к чему я стремлюсь. Ведь очень многие люди вообще даже не спрашивают себя, а я сейчас это все делаю зачем? Я работаю на этой работе, я езжу, с утра выхожу, пью кофе, сажусь в метро, еду в офис. Потом вечером возвращаюсь из офиса, смотрю сериал, копаюсь в телефоне, дай бог, если занимаюсь сексом с женой, а то не всегда, засыпаем. И да. Я это зачем все делаю? Ну там, мне надо накопить на квартиру. А я точно хочу квартиру? Откуда я решил, что я хочу квартиру, например? Потому что очень часто бывает такое, что, ну там, кто-то сказал, что у тебя должна быть квартира, тебе скоро 35, у тебя должна быть своя квартира. Она правда мне нужна? Или это просто мне кто-то так сказал, и я в это поверил? А в общем, мне абсолютно окей, жить на съемной квартире, я бы с удовольствием, например, переезжал периодически с квартиры на квартиру, менял обстановку. Я точно люблю свою работу, например, я точно занимаюсь тем, что меня радует. Я точно люблю людей, с которыми я живу, с которыми я общаюсь. Они, вот эти люди, с кем я провожу много времени, они меня наполняют, они меня заряжают, я об них вдохновляюсь или нет? Ну и дальше, в зависимости от ответов, будут понятны следующие шаги. То есть, я точно не начинал бы с каких-то немедленно надо бежать сразу на какой-нибудь тренинг или сразу там в йога-студию или увольняться с работы. Нет, нет, нет. Сначала надо вообще провести вот такую экспертизу, инспекторскую проверку такую вообще. Впустить этих вот инспекторов внутренних своих в свою жизнь и посмотреть, вообще, что у меня здесь происходит. И дальше, наверное, будет понятно, что дальше с этим делать. По крайней мере, возникнут новые вопросы. И от них уже можно отталкиваться. Давай подведем итоги. Да нет, у меня-то как раз нет итогов. Я отговариваю, отучиваю себя от итогов. Потому что все, что я сейчас говорю и все, что, как мне кажется, я знаю и понимаю, через месяц может оказаться полный ерунда. ну, просто потому, что, например, британские ученые вместе с буддистскими монахами что-нибудь нам расскажут о мире, чего мы, например, не знали до сих пор. И все. Ну, то есть, как бы, и все нужно будет начинать сначала, да. Я не хочу быть тем человеком, который натягивает савоноглобус. Да, ну, да, лучше этого даже не представлять. Вот, поэтому, мне кажется, история не в том, чтобы подводить итоги, а в том, чтобы все время находиться вот в этом живом процессе диалога, взаимодействия с окружающим миром, потому что мир нам все время отвечает. Он нам отвечает надписями на трамваях и автобусах. Он нам отвечает случайно звучащими песнями по радио. Он нам отвечает фильмами, которые почему-то мы решили посмотреть именно сегодня. Он нам отвечает людьми, которые, говоря по телефону, проходят мимо и произносят какую-то фразу. Да, пора на море, я думаю, что пора на море. И если быть к этому диалогу, вот если раскрыть уши, глаза и вообще все локаторы на восприятие того, что мир с нами все время в диалоге, то это, кстати, еще одна практика очень классная для того, чтобы начать вносить в жизнь какие-то изменения. Потому что я люблю играть в эту игру. Мне нравится быть с миром в этой игре взаимообменном. Так что зачем итоги? Пусть лучше будет живой энергомен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok